Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня я хочу вам рассказать быстренько на тему того, что я был в Москве, то, что там был овервотч, и наша команда, то есть моя команда, победила вражескую с отсчетом 4-3, ей, в принципе, я не то чтобы был прям там самым-самым полезным игроком в команде, но я был достаточно годным трейсером, заливая всем по спинякам и, в общем-то, играя в обычную крысу, которая умеет телепортироваться, но да, это было интересно, это было здорово, но, блин, я так паниковал, я так волновался, это просто ужас, я первый раз выехал на такую тусовку, кстати, огромное спасибо Близзарду за то, что пригласили, прикинь, Близзард, я еще до, да, я еще в школе когда был, я задрил в World of Warcraft, и теперь я приглашен Близзардом, ооо, був, ха-ха-ха-ха, буквально, в первый раз, нет, еще был Альфа-Фьюча, но там как-то все это происходило более спокойно для меня, то есть я мог просто спрятаться в своем уголку и чтоб меня никто не трогал, Альф, здесь я пытался что-то типа там пообщаться и все такое, вышло, конечно, ну такое, но, блин, мне понравилось, это было здорово, это был интересный опыт, да, там был косплей, там были трейсер, косплей трейсера, там был косплей вдовы, тоже годный, если ты понимаешь, о чем я, косплей дивы, вроде бы ее зовут, да, по-моему, вот, мне очень этого нравилось, не то чтобы прям, я обожаю косплеи, но просто это здорово, я и на такой косплейной партии в первый раз, но это было интересно, значит, далее, на заднем фоне вы видите видашки по тому, как я там что-то находился, что-то ходил, общался с Давыдовым, Йоу, я когда начинал Ютуб, я полностью смотрел этого чувака, и тут я такой, Йоу, здорово, здорово, конечно, не прям особо много пообщались, но он хороший, как бы, такой общительный человек, на удивление, я думал, что меня там не особо примут, потому что я в этой тусовке вообще никак не известен, и я в этой тусовке вообще никак не кручусь, но, на удивление, все прошло, как бы, достаточно неплохо, и, ну, как бы, единственное, что я непривычный к этому всему, возможно, когда-то меня, может быть, еще куда-то пригласят, может быть, если хочешь пригласить, приглашай, так вот, да, если так, тогда, может быть, что-то нам устроится, но я не уверен, но, да, это здорово, значит, далее, я думаю, что стоит вам показать само интервью, по крайней мере, местами, эм, да, давай, наверное, посмотрим интервью вместе, и я чуть-чуть прокомментирую ту фигню, что я говорил, это начало, оно мне доставляет, посмотри на мое непонимание того, что происходит вокруг, и зачем передо мной хлопает этот человек, Так, привет, твой ник игровой какой? А, Винди 31 Что это значит? Это значит, ветреный Вообще, очень многие интересуются, что значит мой ник, и, на самом деле, я сам не помню уже Ты, наверное, долго тренировался, в отличие от всех остальных Да Какой у тебя план на игру? План на игру желательно победить Я надеюсь, что я смогу их задавить при помощи своего скилла Вряд ли, конечно, я попытаюсь А что насчет командной игры, командной работы? Конечно, это будет нашей главной фишкой Кстати, на удивление, это вышло правдой Пока моя команда дралась в лицо, я подходил за спину и корал А пока не работали, команда работ Нет, я надеюсь, что и мне дадут этого персонажа, или, возможно, этого, то есть трейсера И я смогу что-нибудь, кого-нибудь порешать Слушай, ты сможешь выбирать, мне кажется, из всех, как обычно Да, но если мы все возьмем одну вдову, мне кажется, это будет не супер круто А почему? Ну, потому что она у нас не будет танков, и нас с них разнесут Хотя бы они, если они возьмут пятерых трейсеров Хотя бы ты объясни, она в чем фишка Мне нравится его вопрос Хотя бы ты объясни Почему нужно брать разных героев, разных персонажей разных классов? Ну, потому что кто-то должен лицом собирать ром А кто-то должен со спины при этом всем давать в лицо Со спины всем давать в лицо Цитаты великих людей Твой любимый персонаж? Мой любимый персонаж, пожалуй, все же, либо трейсер, либо... Да нет, трейсер Трейсер, мой любимый Почему? Потому что я обожаю управление временем Это супер У тебя в жизни получается управление временем? А, конечно И как вы думаете, я собрал миллионную аудиторию Я же при помощи управления временем Ты сбежал в будущее, узнал, как ее собрать Да, и вернулся обратно и все это сделал Да вот круто бы было, если бы это было так Это бы так многое упростило Как конкретно ты готовился к этому поединку? Созванился с Татаном, кричал в трубку Мы должны потренить карту Нет, я просто достаточно долго лежал на кровати При помощи джойстика управлял плойкой И учился играть в такие игры Потому что это первая моя игра, в которой я играю вообще с джойстиком Акшоновая Поэтому для меня это было изначально крайне непривычно Слушай, а какая разница между PlayStation версией и PC версией? Тактильно хотя бы Мышка Главное Ну потому что на джойстике я не успеваю быстро поворачиваться за врагами И поэтому не успевал Сейчас более-менее это получается А на мышке можно быстро за ними всеми вертеться, как его Невероятная тактика по подготовке к Overwatch от Виндя Лежи на кровати и пытайся играть в игру Супер Смотри, залетаю в будущее и видел, что ты стал дизайнером Blizzard Какого бы героя ты в Overwatch добавил? Больше самураев Больше самураев Я обожаю самураев Больше нитей я не знаю Потому что это мне просто тематика очень нравится А локацию? Заснежную Обожаю снег Снег это круто Так, теперь про саму игру Игра шикарная Не, реально Мне понравилось И причем, что удивительно для меня Я обычно не играю на плойке в экшен, как я говорил Но управление в Overwatch почему-то оказалось по зубам даже мне По крайней мере, за трейсера Зажимаешь и прыгаешь вокруг Для меня нормально На матче все себя очень хорошо показали Галустян на удивление хорошо играл Я вообще не знал, что он игрок Но он реально играл хорошо Кстати, кому интересно, он очень общительный мужик Я думал, он закрыт или что-то такое Нет, он открыто общается, шутит и так далее Меня это удивило Ну а тут до кучи он еще и играет годно И это было для меня удивление Также мы вообще думали, что мы проиграем По крайней мере, я думал, что мы проиграем Потому что я знаю, что я в плойке не умею играть На плойке я плохо играю с джойстиками И Юзя с другой командой И Гагатун с другой командой И Стас, насколько я знаю Они прям игроки-игроки-игроки И меня это прям пугало Но, как вы видите на моем примере Overwatch на PS4 вышел достаточно проще Если даже ты не умеешь особо играть хорошо с джойстиком Ты достаточно быстро сможешь привыкнуть к тамошнему управлению И разобраться, как себя в игре показать Я повторюсь, не ожидал Но вот такой вот вывод внезапный вышел Наша команда тоже шикарна Ну не удивительно, ведь мы победили То есть наша команда тоже себя очень хорошо показала И в общем, матч вышел интересный Я думал, что будет так, что одна команда побеждает И как бы полностью побеждает Но у нас матч вышел буквально вровень То есть мы побеждаем, они побеждают Мы побеждаем, они побеждают Мы побеждаем на последних секундах Они побеждают И в конце все же, вот опять же На последних секундах на перетягивании каната Мы одержали победу Это был очень интересный матч Но лично для меня Не знаю, как со стороны зрителей Но судя по количеству убийств Там 20, было 30 убийств Я скажу, что игра вроде бы была достаточно динамичной у нас То есть версия на PS4 превзошла мои ожидания Вот, реально, превзошла Вот такие вот дела, ребята Вы просили, я рассказал Спасибо Blizzard, спасибо Overwatch Спасибо Soft Club за то, что меня пригласили Все, ребята, молодцы И спасибо вам за просмотр А мы увидим с вами уже в следующих видео Всем пока-пока-пока и удачи Субтитры сделал DimaTorzok